Венок 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 Идёт ударение, вот, пели девушки. Этот венок делался на 15 августа, это совсем скоро. Он имеет такое символическое значение, как оберег для семьи. И собирали в поле 12 трав всей семьёй. Выходили с утра, например, или в течение дня как-то выходили. И потом все вместе сплетали эти травы. Сплетались они определённым образом. То есть это не просто, вот, как обычные венки мы вплетаем. Вот этот венок плетётся, как гнездо птицы. То есть вот именно укладываются травы и цветы друг на друга. И затем они начинают втыкаться, как веточки втыкают. Вот птичка клювиком. Предназначался он для охранения от болезней. Его вешали в красном углу. И, например, если в доме кто-то заболевал, то старшая хозяйка в доме, она брала, например, пучок этих сухих трав и могла запарить. И шёл удивительный аромат. И тогда как бы становилось легче. Также пили чай с этими травами. То есть вот они несли такую вот силу духа полей. Также для каждого возраста венок имел свой набор цветов и растений. Например, когда славяночке исполнялось три года, мама сплетала ей первый веночек. Он состоял из бархатца, незаботки и ромашки. Каждый из цветков лечил ребёнка. Бархатцы – от головной боли. Барвинок и незаботки зрение развивали. Ромашка сердце успокаивала. Кроме того, ромашка вплеталась для того, чтобы дочка имела ясный ум и чистые помыслы. В четыре года плёлся другой веночек. В него добавляли бессмертник, листья яблони или багульника. А когда девочке исполнялось шесть лет, то веночек вплетали мак, который давал сон и берёг разум. Для семилетней девочки плели венок из семи цветочков. И, наконец, приходило время венка любви. Этот веночек плела девушка от 13 лет и до замужества. Основу такого венка составляли ромашки. Конечно же, для девушек этот венок был самым главным. Когда наступало время жениться во время свадебной церемонии, жених с невестой, а также все приглашённые, надевали на голову венки из какого-либо ароматного цветка. Кстати, молодая вручала венок, сплетённый своими руками любимому, как знак сватовства и верности. Именно от слова «венок» или «венец» произошло название церемонии венчания. И только потом витой головной убор был вытеснен привычными обручальными кольцами. Раньше невеста после венчания кидала в толпу не букет, а свой венок. Считалось, кто быстрее поймает, тот скорее выйдет замуж. Венок плели иногда очень большого размера. Когда тебе нужно было, например, от чего-то избавиться, обновиться, переродиться, то есть могли провести такой обряд, когда плели огромный венок, его, видимо, поддерживал кто-то, помогал, и человек просто проходил через этот венок. И сейчас это, как у нас, сохранилось в качестве арок. Вот те же свадебные арки, когда люди проходят через венки. То есть это тоже отголоски языческих обрядов. Как говорили славяне, венок не просто красота, а знахарь души. Потому что в нём есть волшебная сила, что боль снимает, силу бережёт. Венки вешали над дверями у входа, чтобы отвратить нечистую силу или уничтожить недобрые помыслы злого человека или человека с нехорошим глазом. Венок в сказаниях и обрядовых действиях славянских народов играл важную роль, как предмет священный и мистический. Девушки во время весенних хороводов украшали себя цветочными венками в честь ярилы. Имя ярилы связано с корнем яр, имевшим значение быстроты, пылкости, стремительности света, а также весны, молодости и веселья. Широкое применение венков в троицком цикле обрядов известно восточным славянам. Обычай завивания венков на берёзе совершался у русских в четверг перед Троицей. Девушки шли в лес к молодой берёзке, закручивали ветки кольцами и связывали их. Кроме того, украшали их лентами, бусами и цветами. Водили вокруг наряженной берёзы хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу. Одновременно с этим плели и травяные венки, которые носили на голове, гуляли в них весь троицы или духа в день. Венок оберегал от несчастья не только людей, но даже животных. Когда животных выгоняли в поле, то им тоже одевали на шею плели венки. А у помор даже курам плели веночки, такие маленькие, в любой птице домашней сплетались веночки в качестве оберега, и это было очень распространено. Ну и, конечно, самая волшебная ночь в году, где венок играл особую роль, наступала в ночь с 6 на 7 июля по новому стилю. Это праздник Ивана Купала. Согласно древним поверьям, дошедшим до нас ещё с языческой Руси, в Купальскую ночь земля отдаёт людям часть своей великой силы. Растения наполняются полезными свойствами, а вода и огонь способны очистить и избавить от любого недуга. Для девушек же это время гаданий. Кстати, проверено временем, что гадания в Купальскую ночь самые правдивые. Один из самых распространённых гаданий в Иванов день было гадание на венке. Девушки плели венки, после чего опускали их в реку. Если венок не утонул, то в этом году владелица обязательно выйдет замуж. Если же всё-таки утонул или уплыл далеко, то в этом году не быть ей невестой. А ещё можно узнать, по такому гаданию сбудется желание или нет. Если поплыл венок, желание сбудется. Приплыл к берегу или утонул – увы. Также в этот день можно было не только погадать на судьбу, но даже обрести красоту. Рано утром с 7 июля до восхода солнца женщины выходили в поле собирать росу. Росой, собранной на Ивана Купала на протяжении года, они умывались и лечили болезни. Знахарки и ведуньи старались в это время собрать запас лечебных и волшебных трав на весь будущий год. Праздник Ивана Купала был шансом для незамужних девушек и парней найти вторую половинку. Водили весёлые хороводы, устраивали шумные игры. Например, бегали от водяного. Конечно, это был ряженый. Согласно легенде, главный водный житель в этот день был именинником, а значит, обладал магической силой. Если водяной догонял девушку, то без поцелуя не отпускал. Если ловил парня, пытался повороть его. Ещё одна игра, которая была популярна на Купала, да и вообще во время летних праздников, когда водили хороводы, поцелуйная. Девушки вели венки и целовались с парнями через них. Считалось, что это пустой поцелуй и ничего не обещает. Как говорили наши предки, кто умеет веночек свить, тот и жизнь умеет любить. Традиции и обычаи славян остались далеко к прошлому. Сегодня венок не так часто используется в обрядах, и о его значении мало кто знает. Но возрождению красивого головного убора всё-таки быть, считают специалисты. Ведь с каждым годом популярнее становятся свадьбы в народном стиле, где наряд невесты состоит из простого белого платья, а распущенные волосы украшает цветочный венок.